Книги, издательства, встречи с известными писателями, актерами и политологами, развлекательная программа. Все это после годового перерыва снова в изобилии было представлено на традиционной ярмарке книжной культуры, которая уже в 15-й раз проходит в Красноярске. Ярмарка – это не просто продажа книг, что само по себе уже очень важно, но это, прежде всего, культурная программа, это фестиваль современной культуры. И каждый год мы выбираем тему, которая кажется нам общественно значимой, очень важной, и которую следует серьезно обсудить в публичных дискуссиях, в дебатах, лекциях и общении с Красноярской публикой. И в этом году мы выбрали тему, как мне кажется, чрезвычайно актуальной, которая постоянно обсуждается на всех уровнях, от самых высоких, так сказать, с высоких трибун и в обществе. Мы назвали это мужской и женской трансформацией социальных ролей в современном обществе. Говоря языком цифр, кряк в 2021 году – это 10 тысяч квадратных метров экспозиции, 250 книжных стендов, 305 культурных событий, 50 тонн проданных книг, 185 участников культурной программы ярмарки и 40 тысяч посетителей. Красноярская ярмарка книжной культуры, которая, наверное, самый любимый проект у красноярцев, самый ожидаемый. И вновь в этом году выбрана очень интересная, социально значимая тема. Снова к красноярску приехали крупные федеральные эксперты. Снова будет интересное общение, интересное обсуждение. Ну, конечно же, может быть, самое главное – это книги, новые книги. Одним из самых популярных мероприятий, прошедших в рамках ярмарки, стал разговор с политологом Екатериной Шульман. Тема встречи – изменение гендерного баланса на рынке труда в постсоветской России. А в детской части выставки с успехом прошла встреча с писательницей Нариной Абгарян, а также показ двух серий сериала «Манюня» по одноименной книге. Программа для детей была насыщенной и интересной. Творческие мастер-классы, квесты, спектакли, игровые зоны. Маленьким гостям выставки точно не было скучно. Одной из самых популярных локаций стала площадка художественной школы «Поздеевка», где дети могли примерить на себя роль художника. Больше 30 молодых красноярских дизайнеров продемонстрировали свое понимание так называемого «Сибирского бренда» в финале конкурса «Дресс-код Сибирь». Идея конкурса – в попытке объединения через моду, традиции, инноваций, наследия прошлого и современности, дизайнерскую мысль и ремесло портного. Мне рассказывали, что здесь очень много разных мастер-классов, интересных книг, локаций и лекций. Поэтому собираюсь пойти поиграть в настольные игры, может что-то себе приобрести. Заключительный день ярмарки начался с литературных чтений под символическим названием «Проэто». Поэты и прозаики, члены Союза писателей России, полдень собрались, чтобы представить свое видение отношений между мужчиной и женщиной.